Традиционно на Олимпиадах наша страна открывает российский дом болельщика. Сегодня в 11 вечера по Москве в Рио фанаты смогут увидеть, что для них приготовили организаторы. Тем более в дом болельщика частенько захаживают российские спортсмены и члены делегаций. Обычно там очень интересно, следить за новостями дома можно через приложение. Но обо всем подробнее моя коллега Анна Заброда. Рио находится на всемирно известном пляже Капакабана в яхт-клубе «Маримбас» на 8-9 километрах от центра города. Это большой клуб с охраняемой территорией на первой береговой линии. Выходишь из помещения и перед тобой Атлантический океан. Поговаривают, что к этому месту присматривались и другие страны, но мы успели забронировать «Маримбас» быстрее остальных. Их специально для России здание отремонтировали и адаптировали под нужды делегации. Но расположение действительно удобное. Наша фан-зона окажется в самой гуще событий. Неподалеку. В форту Капакабана, соревнования по триатлону, шоссейным велогонкам и плаванию на открытой воде. На пляже – волейбол. Все близко и на любой вкус. Хотя болельщикам можно даже никуда не ходить. В доме на первом этаже есть отдельная зона для трансляции с огромным экраном. А еще парковка и несколько точек питания. Организаторы обещают, кстати, что цены будут демократичными. Третий этаж в распоряжении журналистов и партнеров. А вот на втором – выставка, посвященная летним видам спорта. Там фанаты увидят ракетки с автографами теннисистов, гимнастические ленты, волейбольный мяч с финала лондонских игр с подписями всей команды и многое другое. Это далеко не вся развлекательная программа. В Доме России пройдут встречи со звездами спорта, автограф-сессии и мастер-классы. Например, кто-то проведет зарядку для болельщиков, а кто-то покажет фирменный удар в боксе. Отслеживать события можно через приложение для смартфонов. Вот оно называется «Дом болельщиков Рио-2016». Простое и удобное в использовании. Здесь вся необходимая информация. Во-первых, карта яхт-клуба есть. Во-вторых, новости. Время трансляции. Безусловно, тут уже стоит церемония открытия игр. И расписание мероприятий пока только на 4 августа. Вот сегодня по плану открытие фан-зона, экскурсия, выступления чирлидеров и фуршет. Работать в Дом болельщиков будет вплоть до церемонии закрытия 21 числа. Ежедневно с 10 до 10. Попасть в него может любой россиянин. Нужен только паспорт и хорошее настроение. А вот для иностранных гостей выделили два отдельных дня. Ориентировочные 10 и 18 августа. И пускать их будут только по специальным приглашениям. Редактор субтитров А.Семкин